Всем привет, друзья! С вами Диодант, и это первый постновогодний выпуск Сёга на 2 Туталвар. Давайте вспоминать, что происходит, поскольку времени прошло очень и очень много, все отдыхали, все встречали Новый Год, и да, и я в том числе, мне в принципе было особо так неохота записывать что-либо, так как все эти дни я очень и очень активно провёл, в основном гулял, тусил, ну тусил в хорошем смысле этого слова, встречался со всеми своими друзьями, в общем, насколько я помню, то у нас произошла мега эпичная битва, ну как мега эпичная, мы просто с вами захватили город и разграбили его, да, в результате чего у меня появилось очень много денег, которые, разумеется, сразу же просадил на постройку флотилия. Я сначала думал, что не будет особо никаких таких негативных эффектов, да, я надеюсь, кстати, я забыл сохраниться в самом начале серии, потому что если случится какой-нибудь казус или мало ли что там ещё, то мне придётся перезагрузиться. Но это, разумеется, во время записи не будет. В общем, мне сказали, что как только ты грабишь какой-то город, то у тебя сразу же появляется недовольство в городах, да, но так как сейчас первый ход после вот этого моего нехорошего действия, то пока что ничего вроде бы как нет, да. Поэтому мне остаётся только ждать, посмотрим, что произойдёт, какие плоды это мне принесёт. Но главная задача на серию у нас вообще не меняется, это просто выбить противника из моей акватории, можно так сказать, освободить свою главную бухту. Насколько вы помните, у нас была довольно-таки эпичная морская битва, да, по-моему, уже на полторы серии назад. Очень давно и всё-таки, и очень редко я играю в Сюгун, к сожалению. Ну и противник по-прежнему гуляет по моим территориям, грабит, убивает. В общем, занимается обычными для противника вещами, да. Ага, вот растущее недовольство. Вот интересно, видите, да. Что здесь у нас? Опустошение, модернизация, сопротивление захватчиков. Так, вот это тоже интересно, на самом деле, почему-то у меня всё было разрушено. Абсолютно всё было разрушено. Это очень странно, придётся вводить дополнительные войска, но наём отряда невозможно, так как, скорее всего, повреждён городок, да. Просто супер, просто супер. У меня абсолютно везде бунтуют, бастуют, что ещё с этим делать. Так, ну здесь хотя бы пока что на севере моей страны. Ситуация более-менее нормальная. Хоть противник и ходит, пытается совсем всё уже перебить. Ладно, давайте попробуем вывезти войска и перестрелять противника. То есть придётся мне это делать всё лично. Сразу же появляется недовольство, но это довольно-таки нормально. Кстати, смотрите, у нас с вами появились доходы, наконец-таки, 1672. Не знаю, с чем это связано, или из-за того, что здесь противник перестал блокировать форт, но всё равно это радостная тенденция, поскольку войск мне сейчас не хватает, тем более, что тут появились такие неприятные товарищи, да. И мне нужно в срочном порядке кого-нибудь здесь нанять. Беда в том, что... Беда как раз-таки в том, что нанимать-то и некого, на самом деле, да. И либо мне придётся отводить войска отсюда, чтобы побыстрее встречать их там, либо я не знаю, что... В принципе, сурога мне не особо так и нужна. Это был чистокорот для того, чтобы поднять побыстрее кучу бабла халявного, да. А других целей я особо так не преследую. То есть у меня по-прежнему главная моя тенденция и задача это просто разобраться со своей экономикой и вымести захватчик, да. Нет, иностранного наёмника я трогать не буду, в этом нет никакого смысла. Мы с вами просто выбираем наши войска и отводим их побыстрее к нашим городам. Перед этим я, наверное, в Суруге что сделаю? Надо мне что-нибудь здесь вообще уничтожить. Ага, ну, значит, уничтожить я даже это не могу. Ну, вот один объект разберу. Не знаю, зачем я это делаю, но пока что у меня нет вообще никакого желания отправляться в эти земли, да. То есть я в перспективе зелёных товарищей своих захватывать не хочу, так как смысла в этом особого такого нет. И, кстати, давайте, может, попробуем с кем-нибудь помириться, я не знаю, потому что... А, так всё казалось проще. Надо было просто-напросто с ними помириться, да. Но здесь недовольство уже минус 16, поэтому это был мой промечивый шаг и глупая ошибка. Ну, раз такая движуха, может, попробуем ещё с кем-нибудь попробовать заключить мирный договор. Ну, эти товарищи не хотят ничего иметь с нами. А вот с этими надо бы переговорить. И это тоже неприемлемо, да. И со всеми у меня вражда, смотрите-ка. Давайте посмотрим, что влияет. А, бесчестие, да. Всё понятно. Бесчестие. Ну, у этих-то минуса из-за союза с врагом. А с кем я союзничаю? Вообще непонятно. Что эта игра творит? У меня вообще нет ни малейшего представления. Ну, ладно, давайте предложим торговлю, посмотрим. Может, они примут. И больше никого такого желающего с нами торговать или вообще общаться, к сожалению, нет. Я уже говорил то, что мне, в принципе, на это наплевать, так как я, говорится, кот и гуляя сам по себе. Можно даже так это выразить. И, кстати, здесь куда-то пропала армия противника. Да, это же была зелёная. То есть она сразу же отодвинулась на границу. Ну, начало серии, скажем так, неплохое, да. Сейчас мы ещё с вами отстроим нашу флотилию, где у нас тут главные порты постройки. Кажется, мне не совсем понятно, куда и где, где вообще строится мой основной боевой флот. По идее он должен был здесь строиться, но... Да-да-да, так есть. Построим с вами фрегаты Кайямару. Осталось примерно 7 ходов. Ну да, на самом деле ждать очень долго, и это весьма неприятно. Но здесь какие у нас? Это корветка Суги и корветка Кайямару. Я, наверное, подожду одного фрегата, и уже потом отправляюсь в морские битвы. Здесь противник, к сожалению, вообще не потрёпанный, да, то есть у него... Ему ещё подошло то старое подкрепление, да. Но всё равно это не 9 кораблей, это не так уж и страшно. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Ага, противник вообще отходит. Просто замечательно. Ну, или не отходит. Противник решает обстрелять. Бунт самураев. Супер. Так, вот это вот вообще просто... Просто эпично. Ну, Суруга, я думаю, не знаю, потеряю или нет. Самураев у нас кто тут? Сумураев вроде бы как очень мало, но надо всё равно держать ушки на макушке, потому что эти товарищи-то захватить могут. Единственная беда то, что мне даже некого послать им на помощь, только вот моих товарищей белых тигров. Но толку от них особо такого я не вижу большого. Ну что ж, Суруга, что будем делать? Попробуем ввести туда войска. Будем обороняться. Ну, в принципе, заодно это халявный опыт будет для наших войск. Если вот мятежники с Унну нападут, то это будет довольно-таки неплохо, да? Просто получим кучу дополнительного опыта и особых проблем с этим, я думаю, не будет. Правда, как мы его получим, если у нас крепость вообще полностью разрушена практически, да? Ну что ж, ну теперь нам остается только ремонтировать наши порты и что еще? И какие-нибудь, знаете, какие-нибудь, как сказать, объекты сельского хозяйства и, в общем, то, что разрушил противника в глубине моих земель, да? То есть я пока что не буду ремонтировать то, что находится на побережье, поскольку с вот этими товарищами я по-прежнему нахожусь в военном состоянии, да? И они будут обстреливать и больше ничем таким хорошим и полезным заниматься, да? Ну вот уже в следующем ходу появится у нас фрегат, уничтожим эту небольшую флотилию и вроде бы как снимем с себя часть гнета от противника, да? Поэтому такие дела. Ой, что еще, кстати, спрашивали, что записывать-то я буду? Буду записывать Дон Старф, разумеется. Опять-таки, единственная беда то, что, к сожалению, там нельзя сохраняться толком по-нормальному, да? И поэтому... Поэтому есть определенные проблемы в записи Дон Старф. Так, а мы больше не имеем возможности торговать с ними. И это очень интересно. И непонятно почему. Порт поврежден вообще ужасно. Стоимость ремонта 1214. Надо мне срочно это переделать. Ну и что ж, отправляемся сейчас уже с вами в морскую битву. Смотрим на флот противника. Это корветы, один бригад Касуга. Я думаю, особых таких сложностей с этим у нас не возникнет. Хотя, пес его знает, пес его знает. Мы же знаем, что это за игра. Надо мне, наверное, где-то гайдик такой небольшой почитать. О том, как проводить морские битвы, собственно, в Сигуне. Кстати, еще одна небольшая новость. Скоро в Алодах открывается подписочный сервер. Ну, то есть, платишь ты просто 300 рублей в месяц и сидишь, играешь. И я хочу его попробовать. Ну, собственно, в Алоды я играть-то, не знаю, буду навряд ли, конечно же. Потому что на это времени не хватит. Хотя, мои старые друзья, с которыми я был когда-то в гильдии, они меня очень активно зовут. Точно сказать не могу, что из этого получится. Но, может быть, может быть, я вот, опять-таки, это все очень-очень туманно. Появятся какие-нибудь ролики или гайды. Посмотрим, что из этого выйдет. Сразу же вопрос, наверное, будет, за кого я буду играть. Ой, что-то я очень зря это сделал. В дождливую погоду. Ну, да ладно, это, кстати, мне даже очень выгодно. Потому что мне нужно подойти поближе к противнику. Там уже его обстрелять. Пострелять. Корветка Суга. Корветка Ямару. Я даже не знаю, отправлять его в бой или нет. Ну, ладно. Идем на противника. Противник... Противник, как обычно, в своей вот этой вот манере выстроен, да? Поэтому, что поделать? Да, топать нам очень далеко, к сожалению. Ну, посмотрим. В общем, пока корабли идут, наверное, вкратце расскажу, за кого играть буду. Играть я буду за жреца, за милишника. Ну, это... Если вы не играли Володу, то сейчас вот эти вот две минутки для вас будут вообще непонятны. Я вообще как любил Володу играть? Я любил играть классами, или точнее стиль класса, который никто до меня так не делал, да? Иногда кажется, что это очень тяжело, но на деле это бывает довольно-таки просто. Потому что народ у нас довольно-таки, простите, ограниченный. Начитаются гайдов или начитаются, не знаю, там, какого-нибудь руководства. И думают, что вот это вот все. Единственный выход. И потом друг друга, разумеется, об этом рассказывают. И создаются такие, не знаю, ну, не штампы, а... Ну да, скорее всего, штампы или клише. Допустим, вот когда я играл за милишникарица на Наследие Джунов, я очень любил этого героя. И по урону, по ДПСу в Астралии, это такие героические приключения, я был на первом месте всегда. Но меня никогда не хотели туда брать, потому что есть предвзятое отношение к милишникарицам. То, что вот, мол, у них быстро мана кончается и тому подобные проблемы, да. И вот мне приходилось каждый раз это заново доказывать, да. Ну, с одной стороны, это неприятно. Ну, то есть, все-таки тебя же задалбают каждый раз объяснять одно и то же, да. Но, с другой стороны, это очень приятно, когда ты смотришь на человека с выпущенными глазами, который, как ты так это делаешь, как ты так это делаешь, да. Это тоже добавляет, не знаете, плюс 5, ну, не к пафосу просто, к достижениям личным, да. Ну, ладно, все, забыли про лоды. Какие еще игры? Какие еще игры? Недавно скачал World of Tanks, так немножечко погонять, что-то мне накинула небольшая такая ностальгия, да. Тоже в него играю периодически, но так, я, мягко говоря, вообще не мастер в этой игре. Ну, как не мастер, полное дно. То есть, я, конечно же, могу иногда, не знаю, провести парочку хороших боев, набрать медальку воина, но это бывает очень и очень редко. То есть, в основном, я просто-напросто туплю, делаю глупые ошибки и вырываюсь там куда-нибудь вперед, да. Поэтому такие дела. Ой, что еще, что еще произошло? Кстати, Новый год, да. Как Новый год я встретил, меня очень часто спрашивали. Да, встретил ее хорошо, в кругу семьи и моих старых-старых-старых друзей из детства, там, с Камчатки, да. Вот с ними я и встречал Новый год. На самом деле, это очень забавно получилось, потому что эти друзья, они меня не видели очень и очень давно. То есть, я с Камчатки уехал в 2005-м и еще один раз я там был в 2007-м. И поэтому эти люди, это наши друзья семьи, они меня, разумеется, видели в последний раз, ну, когда мне было лет 14 или даже меньше. Нет, мне было тогда 13 лет. Ну и сами понимаете, то, что я у них в памяти остался таким вот пацаненком маленьким, да. А сейчас-то мне уже сколько там, 19 лет. И это было тоже забавно, когда к тебе такое отношение. Да, встречала я в Питере. Ну, было круто, на самом деле. Единственное, что в Питере погода-ка немножко подвела, так, на самом деле. То есть, было очень и очень мокро, противно, неприятно, что еще можно сказать. И, разумеется, да, пойти мне нужно было обходиться сразу же с двоих сторон. Ну, да ладно, это все. Это все не нужно. Да, погода была вообще отвратительная. И я, кстати, встретился с Димой Суховым. Если кто не знает, это мой тоже товарищ летсплейщик. С ним мы встретились в Питере то ли 2-го, то ли 3-го января. И, кстати, это было вообще неприятно, то, что мы пошли с ним в этот, в елки-палки. И заказали борщ, я вот заказал борщ и, 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 и картошку на сковороде, да. И, в общем, принесли мне этот борщ в кружке, из которой я, наверное, пью, пью чай. Или, как еще сказать. Потому что порции настолько маленькие и обслуживание настолько дорогое, точнее, сами-сами вот заказы. Например, за борщ за вот эту вот тарелку из чашки чая, меня попросили 225 рублей. Мне, конечно, не жалко, но все равно какие-то цены в елках-палках питерских, они слишком жесткие. Я вот помню, московские, они такие более нормальные, более лояльные, да. То есть там хотя бы, не знаю, порции большие были. Хотя бы вкусно было. В Питере же что-то они меня прямо-таки подвели, и это было очень-очень приятно. Ну и потом, разумеется, я пошел в Макдак, как обычно. Поскольку в елках-палках я толком-то и не наелся, к сожалению. Так, тем временем, пока мы тут с вами болтаем, битва наша в морской самом разгаре. Я отвел один корабль куда-нибудь подальше, поскольку ему тут досталось по полной. Он отлично потанчил, можно так сказать. То есть выдержал основную массу урона. Но вот главное, чтобы он сейчас, не дай бог, не утонул. Здесь противник по-прежнему обороняется. Но мой фрегат удержим. Это странно, вроде бы стреляет разными снарядами, и после пары залпов от этого корвета не должно ничего не остаться, да. Но он каким-то просто неисповедимым образом остается на плаву и продолжает держать. Вот он, да. Ну, ребят, я не знаю, что мне делать с этими фрегатами. Я, наверное, отменю постройку нового фрегата. Ну, вы сами видите. Каждый раз он взрывается. Каждый раз этот чертов фрегат взрывается. Я не знаю, что еще мне поделать. Здесь у нас еще корабль затонул. Ну, просто эпическое завершение битвы. Все так хорошо начиналось, да, на самом деле. Да, на самом деле, субскотом. Ну, вот смотрите. Фрегат Кайямару. Сделал пару выстрелов, и все, и подорвался. Я не знаю, может быть, есть какая-нибудь такая специфика в использовании этого фрегата, но как его, в принципе, это использовать? Если его постоянно фокусят, по нему стреляют, а выдерживать огромное количество урона он, к сожалению, не может. И чтобы выстрелить, его надо, разумеется, подвести, поскольку его сила именно вот в залпах. Ну, очень неприятно, конечно же, вот так вот терять корабли, которые ты так долго строишь. Ну, что поделать. Ладно, завершаем сражение. Конечно же, это не самая такая приятная победа. Потому что фрегат, на который я потратил очень много денег, он просто-напросто бомбанул, в буквальном смысле этого слова, да? Ну, я не знаю. Я сейчас отменю точно постройку нового, и лучше найму, наверное, парочку корветов косуги. Хотя флот я, наверное, не должен держать такой вот прям уж огромный и мега сильный. То есть, почему я нанимал именно такой большой состав? Потому что противник успел просто-напросто объединиться. То есть, если бы эти кусочки, они были разрознены, да, то я бы, разумеется, не обращал на них внимания. Там просто послал такую маленькую эскадру, и она бы с ними разобралась. Ну что ж, после вот этой морской битвы, в принципе-то, я могу с полной уверенностью сказать, что противника мы с вами выгнали с наших земель. Ну, хотя бы с нашей акватории небольшой, это именно и бухты. Да, два корабля потопили. Два корабля вообще в критическом состоянии. Противник, я надеюсь, отходит. Да, он очень офигенно отошел, я вам могу сказать. Ну ладно, здесь у нас все вроде бы как более-менее потихонечку. Так, вот этого товарища, разумеется, его отменяю. И нанимаю... Нанимаю два корвета Косуга. Потому что это просто... Это просто, извиняюсь за выражение, ужасно было, на самом деле. Такой вот бесполезный корабль. Я не знаю, сейчас я почитаю описание его. Может быть, там есть какая-нибудь заметка или какая-нибудь, не знаю, парочка слов о том, что он очень взрывоопасен. Ну, смотрите, сильные и слабые стороны. Большой экипаж. Невероятная дальность. Максимальная прочность брони. Самый защитный... Ребят, это... Я не знаю. По-моему, это немножко неправдивое описание. Может, я, конечно, неправильно использовал. Но посмотрите, по этому кораблю стрелял всего лишь какой-то там жалкий маленький корветик, да? А его просто-напросто разнесло в пух и прах. Может быть, конечно же, они использовали разрывные снаряды, но я думаю, что это очень и очень маловероятно, да? Ну да ладно. Ладно, ремонтируем свои корабли. Что тут у нас вообще творится? Все просто горит в огне, все полыхает. Симоси в недовольство уже так немножечко уходит на спад. А в остальных провинциях, да. В остальных провинциях, на самом деле, тоже все вот так вот на грани, потому что модернизация. Но мне где-то вот тут в развитии дома должна была пройти новое изучение, которое повысило бы довольство в моих... Довольство в моих домах. Что сказал? Совсем не понял. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Да, кстати, вот это вот надо было мне изучить. Современные винтовки, чтобы нанимать снайперов, пехоту, все гоналов. В общем-таки, более-менее современные войска. И здесь у меня, разумеется, все по-прежнему. Вот эта вот армия, из кого она состоит? В основном у нас состоит, опять-таки, из старых таких товарищей. Я думаю, что если они пойдут в бой, то наша конница здесь с ними попробует разобраться. Конечно же, содержание у нее тоже очень дорогое. По 137 золотых монет. Ну, что поделать. И самая боеспособная такая группировка у нас находится на западе нашей страны. По сути, это на границе. Это мои лазурные драконы, которые прошли сквозь огонь и воду. Очень хорошие ребята. Единственное то, что вот... Вроде бы как я успел отремонтировать крепость, да? Да, крепость я успел отремонтировать. И артиллерийский полигон, и гавань. Гавань на самом деле тоже я отремонтирую. Ремонтирую. Стоимость не очень-то и большая. Но вот уже в следующей серии, надеюсь, что эти мятежники на меня нападут. Хотя, смотрите, у них тут в основном ополченцы, да? То есть особых таких проблем они для нас не составят. Может быть, даже мы с вами сами выйдем из города и попробуем им дать какой-нибудь бой. Ну и смотрите, потихонечку наша страна начинает восстанавливаться. То есть, единственное то, что я сейчас здесь тоже порт, к сожалению, отремонтировать не могу. Потому что он стоит 3000 золотых, чтобы его отремонтировать. Тогда какие планы? Опять отстраиваем свою флотилию. Уничтожаем уже вот эту группировку, наконец-таки. То есть, это уже жалкие такие остатки. И все. И по сути, со своей задачей я справился. Дальше, как только у меня появятся деньги, хоть какие-нибудь деньги, я уже смогу строить новые войска. В дальнейшем развиваться. То есть, мы с вами сейчас были в таком периоде стагнации, не знаю, застоя. Вроде бы я правильно сказал, ничего не перепутал. На протяжении которого мы с вами вообще не развивались. Чего нельзя сказать о нашем противнике, да? Можем, конечно же, попробовать с кем-нибудь поторговать. Ха, странно. Вроде бы как с ними вражда, да? Но торговать они очень хотят. Это интересно. Да, я, кстати, не знал о том, что если... Обычно просто, допустим, в том же самом Медивле втором, то товар, да? То есть, если у вас такие враждебные отношения, то... Ну, вероятность того, что у тебя получится заключить с ними торговое соглашение, она была крайне мала, да? Здесь же, даже если у тебя такие негативные отношения с противником, то почему-то получилось. Ну, это будет опять-таки заметка. Казалось бы, уже сколько, три месяца играю в Сюгун 2 Total War, а до сих пор таких простых аспектов я не знаю, да, к сожалению. Ну, и здесь уже потихонечку начинаем восстанавливать наше народное хозяйство. Сейчас все деньги будут сливаться только на это. Особой такой нужды именно в грабандных армиях я пока что не вижу. Единственная беда, это надо восстанавливать порты, потому что... Ну, потому что иначе никак, ребят, на самом деле. То есть, у нас с вами все... Все уничтожено. Так, здесь это уже попробую отремонтировать. Ну, вот и все. Примерно так. Управление дома. Мы с вами родзю. Тут какой-то осталось еще совсем немножечко до славы четвертого уровня. Я не знаю, опять-таки, что это дает. Вроде бы, как мы с вами более-менее спокойно пережили разграбление вот этого города, Суруги, да? То есть, я думал, на самом деле, что по всей стране моей начнутся какие-нибудь беспорядки. Ну, конечно же, до сих пор есть вот эти вот отряды самураев, но они, я думаю, совсем не страшны и никаких проблем не составят для нас, да? Что мы еще сделали за эту серию? Мы с вами провели, опять-таки, не совсем хорошую морскую битву. Потеряли этот фрегат и еще один фрегат Косуга. Если вы, кстати, помогите мне на самом деле. Напишите в комментах, как лучше вообще подходить к противнику, какими кораблями лучше танковать, поскольку самый якобы защищенный корабль на эту роль, к сожалению, не подходит, да? То есть, он просто-напросто взорвался. Ну, и уже в следующей серии мы с вами разобьем вот этих мятежников, поднимем еще немножко опыта своему генералу. Да, кстати, вот он мой генерал, если кто не знает. Просто замечательный товарищ. Рукопашная атака. Ну, разумеется, использовать военачальника в рукопашной атаке, это не очень хорошо. И самое главное, то, что он у меня... Ага, он у меня даже дайме. Ему 22 года, то есть, он будет служить мне еще очень-очень долго. Долго. И беспощадный. Да, это очень классно. Конечно же, вот, опять-таки, вернемся к такому немного социальному аспекту. Как-то вот это все было в Medieval 2 Total War немножко получше сделано, что ли. Либо, я не знаю, либо я до сих пор не привык. Ну, там было... Ты вот понимаете, я уже об этом много раз говорил, то, что в Medieval 2 Total War ты реально переживал за своих героев, следил за ними, как они развиваются. Здесь же у меня почему-то такого нет. То есть, здесь просто у меня какие-то... Ну, модельки стоят, я их перемещаю, да, и никаких таких чувств я к ним, к сожалению, не испытываю. Ну, не подумайте то, что я совсем уж спятил, но все равно, чтобы интерес к игре сохранялся, надо определенные роли отыгрывать, да. Поэтому... Поэтому такие дела. Ну что ж, на этом, наверное, завершим нашу серию. Я с вами был Диодант, что я уже совсем начал заговариваться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. В общем, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok